В 2010 году по всей стране и миру пронеслась новость о том, что Путин сделал пластическую операцию. Все, начиная с местных СМИ, заканчивая международными крупными изданиями, задались вопросом, что произошло с лицом Путина. Дейли Мэйл приводит фотографии нового Путина и старого. Автор предполагает, что Путин либо сделал пластическую операцию, либо он так плохо выглядит, потому что слишком долго спал. Но определенно его лицо было другим. Путина стали называть мистер Ботокс. После митинга 4 марта в честь его победы в интернете появились комментарии «У него потек Ботокс». Но версия о пластической операции не выдерживает никакой критики. Во-первых, невозможно сделать операцию, не пропадая с телеэкранов. Восстановление после подобных операций занимает несколько недель. Во-вторых, если проанализировать фото и видеоматериалы последних 12 лет, то видно, что внешность Путина менялась не один и не два раза. Либо он регулярно делал операции, что маловероятно, либо у него есть двойники. В 2012 году Агентство русской информации выпускает скандальную статью «Все ли четыре Путина пойдут на инаугурацию?». За важным, безусловно, вопросом честности выборов 4 марта пропустили вопрос архиважный. А сколько вообще существует граждан, которых показывают по телевизору и предъявляют под видом господина Путина? В интернете обсуждаются очевидные различия во внешности Путина. Форма черепа, ширина глазных впадин, форма подбородка, форма скуловых костей. Объем мягких тканей и хрящей лица, крыльев носа, губ, щек, границы роста волос, скальпа и бровей, цвет глаз, взгляд. Таких изменений нельзя добиться с помощью пластической операции. После появления в сети новых фото премьера, сделанных на Селегере в 2011 году, блогеры заговорили о том, что теперь у Путина глаза как у Удмурта. В молодости губы Владимира Владимировича были пухлые, как в народе говорят, бантиком. А сегодня у Путина то плоские и маленькие губы, то снова бантик. От кадра к кадру меняется цвет глаз, форма ушной раковины и линия носа. Руки у Путина на старых кадрах вполне соответствуют рукам человека и его профессии. Пальцы нормальной формы и толщины привыкшие работать ручкой. У человека, похожего на Путина, которого мы видим сегодня, пальцы толстые, более грубая кожа на руках, как будто он занимается тяжелым физическим трудом. Этот факт нельзя объяснить возрастными изменениями. В истории уже известны случаи подмены правителей. Петр I разительно изменился после поездки в Европу. По одной из версий, это было обусловлено именно тем, что вернулся в Россию другой человек. Но это только версии, доказать или опровергнуть которые пока не представляется возможным. Зато мы все помним первого президента России Бориса Ельцина. С его внешностью тоже творилось неладное. И проверить это могут даже не специалисты, изучив кадры видеосъемок и фотоархивы, доступные в сети. Юрий Мухин, автор книги «Код Ельцина», предполагает, что настоящий Ельцин умер или был убит еще в 1996 году. Автор объясняет свою гипотезу тем, что после операции на сердце, которую перенес Ельцин, на телеэкранах стал появляться совершенно другой человек. Более того, двойников было несколько. Все они были должным образом подготовлены, но все же не идеально копировали Бориса Николаевича. Имиджмейкером у них была сама дочь Ельцина – Татьяна Дьяченко. Это наводит на мысль, кто стоял за спиной двойников Ельцина и кто управлял страной, кто поставил на власть Путина и Медведева. Нам внушают, что двойники – это нормальное явление, что это необходимо для обеспечения безопасности. Но если использование двойника разумно, когда нужно скрыть, в который из машин кортежа едет президент, то появление двойника на телеэкранах, выступление его на официальных мероприятиях – это нонсенс. Неизвестные нам люди, за которых мы не голосовали, о которых ничего не знаем, берут на себя полномочия первого лица государства. А ядерный чемоданчик они тоже друг другу по сменке передают. Непонятно, кто выступает от имени Путина. Похоже, таких людей тоже несколько. Мы ничего не знаем о семье Владимира Владимировича. Тоже якобы из соображений безопасности. Но ни в одной другой стране не скрывают своих детей или жену. Напротив, они всегда на виду, и для избирателей важно, какой семьянин их президент. У народа России есть все основания не доверять человеку, называющему себя Путиным. За 12 лет у власти он показал себя как плохой руководитель и управленец, потому что фактически привел страну к краху. Он открыл границы стратегическому противнику – НАТО. Выстроил мощные трубопроводы, выкачивающие наши ресурсы на Запад. Он развалил армию. Под его руководством миллионы россиян вымирают без войны и эпидемий. А теперь мы даже не можем быть уверены, что это тот самый Путин, который был избран президентом России в 2000 году, потому что он сам на себя не похож. Мы призываем всех, в том числе профессионалов – криминалистов, фотографов, пластических хирургов, сотрудников таможенной службы, аэропортов, специалистов по распознаванию голоса – помочь в анализе собранной информации, а также в поиске новых данных. Закономерно нам всем задать себе один вопрос – а кто же стоит за спинами двойников Ельцина и Путина? Кто так мощно продавливает их избрание и развал России? Публикуйте найденный материал на сайте разнеси.инфо. Звоните на телефон горячей линии партия «Воля» 8 800 200 15 20. Пишите на электронную почту контактсобакоразнеси.инфо. 21 апреля 2012 года состоится всероссийская акция «А Путин ли это?» Митинги пройдут в крупнейших городах России. Присоединяйтесь. Подробности на воленарода.ру Митинги пройдут в крупнейших странах России.инфо.ру Митинги пройдут в крупнейших городах России.инфо.ру Субтитры подогнал «Симон»